итак всем привет с вами краснган и я возвращаюсь на тропу летсплеев и как видите на экране у меня сейчас находится достаточно популярная игра ну в каком-то степени это у нас сказание об адвокате ну точнее феникс райд но из мира не не каждый знает про что эта игра ну где-то год назад даже тут есть копирайт в 2016 году вышел перевод любительский который позволил как бы прочувствовать всю эту игру плюс это еще переиздание выходила на дске так что если у вас есть это консоль то вы можете прочувствовать так сказать на первоисточнике эту игру я же в свою очередь могу и только прочувствовать с помощью компьютера извините конечно но я не удержался но первое дело я прошел как-то бы за кадром но сейчас я попытаюсь снова пройти дальше я уже не проверял потому что мне как бы хотелось поделиться с вами первыми ощущениями первыми прохождениями по поводу этой игры здесь мы будем выполнять роль такого адвоката это у нас игра в жанре визуальной новеллы но не совсем тут больше нас визуально новелла плюс элементы квеста плюс какие-то там еще кинопатографические элементы вы сразу извините то что у меня тут есть по бокам такие черные полосы это издержки и съемки через эмуляторы nintendo ds потому что если вы помните там расположены экраны два ряда пришлось их расположить сбоку чтобы вы видели на первом экране будет само действие а на втором экране которыми рабочий где вы видите дело называется первый поворот это у нас будет рабочей области мы будем изучить улики где мы будем пользоваться различными приспособлениями ну что ж давайте-ка начнем первый поворот отрывистое дыхание а сейчас прошу прощения прошу меня простить к сожалению не уравновесил звук эмулятора и так сказать игры в общем вышло очень громко мне ударило по ушам и я немножко уменьшил громкость надеюсь это не сильно повлияет так теперь мы снимаем с паузы и продолжаем надо бы кого-нибудь подставить точно его я все обставлю так что и подозрение все упадет на него именно с этого начинается у нас первое дело 3 августа 947 окружный суд зал ожидания номер два как видите вот у нас рабочая область ух как же волнуюсь рю здрасте шеф забыл упомянуть что я играю в японскую версию не американскую в оригинале его звали ричи не помню фамилию но сейчас нам объяснят а в английской версии это у нас называется но его зовут феникс райт соответственно больше я больше буду соклоняться к японской мне больше по японской по душе вы поймете здрасте шеф фух чудом не опоздала ну ты как все-таки твое первое дело так сильно не начал лишь во время своего школьного суда но ведь это наверное было давно ну да шеф извините что поставил вас сегодня на уше а и не бери в голову как-никак у моего ученика важный день кстати рю должна заметить ты меня поразил мало вот кто так берет сразу сразу за клиентов в обвинениях в убийстве это многое говорит о тебе и о твоем клиенте да вообще-то я перед ним в долгу в долгу так ты выходит знаком с подсудимым да как ни странно но свои профессии отчасти обязаны ему что же для меня это новость мне надо постараться его выручить я очень хочу ему помочь я перед ним реально в долгу это конец конец всего конец моей жизни а это честно не твой клиентом кричит ага он самый смерть отчаяния ах все я решил пора умирать такое впечатление что он хочет умереть ээээ ага ах рю рю привет это друг вина и полностью лежит на мне так ему скажи это все он это он виноват пусть мне вину со смертельный приговор смертный приговор я не боюсь умирать чего это что случилось а и всему конец мне кранты кранты я не могу жить без нее не могу кто кто отнял у меня рю кто этот гад рю ну скажи кто лишил меня любимой кто виноват смерти твоей девушки в газетах пишут что этот твоих рук дело и так как бы так пояснить ну я думаю во время суда мы все объясним но кратце это кого сейчас мы будем защищать знакомьтесь это яхари меня зовут рюйти харесо ну как раз вот его японское имя в оригинале его звали ну именно в японском как вы переводили это феникс райт прошло три месяца с тех пор как я стал адвокатом сегодня впервые буду представлять своего клиента мое первое дело казалось вполне простым а молодую девушку убили в ее собственной квартире это уж точно но кому как не менее известно что в душе он очень хороший человек кроме того я перед ним в долгу поэтому я взялся за это дело чтобы оправдать его ну вот так все и началось 3 августа 10.00 окружный суд зал суда номер два вот не могу не познакомить вас с этой легендарной игрой она достаточно очень классная потому что тут необычный такой вот сюжет так сказать мини сюжет я так понял и то что вот именно побывать в шкуре адвоката не просто какого-то там не знаю убийца истребителя обычного бывателя как в бесконечном лете а именно в лице государства ну как бы так объяснить в лице закона и определить ли виновен ли человек или не виновен что ж начнем а это у нас был судья я забыл прочитать извините сторона обвинения готова ваша честь м сторона защиты готова ваша честь господин хрусю если я не ошибаюсь это ваше первое судебное заседание да ваша честь я немного волнуюсь от ваших действий во время пряний зависит судьба вашего клиента обвинения в убийстве просто так не выдвигаются надеюсь вы сумеете подержать себя в руках спасибо ваша честь хорошо но перед тем как вы перейти к слушанию нам нужно удостовериться о вашей готовности да ваша честь от неожиданности меня аж в пот бросило и коленки затряслись я вам задам несколько простых вопросов будьте добры назовите имя подсудимого в этом деле имя подсудимого но как раз это у нас будет расковаться понемножку вот такая часть геймплея естественно это у нас это я хари потому что это за кого мы будем защищать подсудимый это это я хари ваша честь верно вы главное не волнуйтесь у вас все получится следующий вопрос сегодня суд рассматривает дело в убийстве назовите имя потерпевший фух с этим порядок я эти несчастные материалы уже дэдры дачи зачитал это стоп нет неужели я забыл вообще ничего не лезет в голову рю ты точно уверен что справишься как ты умудрился забыть имя потерпевший а потерпевший конечно же помним имя потерпевший я всего на все забыл его капельку кажется у меня разболелась голова вся важная информация слежится в материалах дела ты можешь посмотреть их в любой момент достаточно нажать на кнопку материалы постарайся почаще их проверять а теперь найди в них имя потерпевший умоляю тебя так эти как раз вот она и наш инвентарь тут у нас наш значок адвоката ну это такое личное и протокол вскрытия такуми досье открываем как зовут так не то не то вот она юна такуми запомнили продолжаем назовите его потерпевший но это юна такуми потерпевшая юна такуми верно идем дальше укажите пожалуйста причину смерти смерть наступила в результате удара тупым предметом потому что мы все видели заставку и где человек убил ну где была чем убита это был естественно тупый предмет правильно что ж вы ответили на все мои вопросы думаю можно приступить к слушанию вижу вы немного успокоились отлично да вот именно немного а не совсем и так я хочу обратиться к прокурору господин мадзо да ваша честь как нам стало известно у потерпевшей был нанесен удар тупым предметом объясните пожалуйста что это был за предмет орудием убийства стал статуэтка мыслитель ее мы нашли на полу рядом с телом потерпевшей хорошо суд принимает ее в качестве улики статуэтка приобщена к материалам дела хорошо обязательно обращай внимание на все предъявляемые улики улики это твое единственное орудие во время прений почаще проверяй материалы дела с помощью соответствующей кнопки на экране ну вот эти как раз которые я использовал господин мадзо разрешаю вам вызвать первого свидетеля обвинение просит вызвать подсудимого это яхари для отдачи показаний шеф что теперь делать будь вниматель запоминай любые факты которые могут помочь своему клиенту у тебя будет возможность ответить на обвинение так что приготовься будем надеяться что он не ляпнет ничего лишнего ой 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 это очень легко заводится плохо дело это яхари это правда что вы незадолго до убийства потерпевшая вас бросила эй аккуратней на поворотах не смей ты говорить о моей паре лучшей лучшей паре этого столетия чего первый раз об этом слышу никто меня не бросал да она не брала трубку и не виделась со мной ну и что что ты суешь нос куда не нужно это яхари подбросили я подозревал то что вы именно вам вы нам и рассказали мало того она вас бросила окончательно и бесповоротно у нее были другие мужчины накануне убийства она как раз вернулся со границы с одним из своих кавалеров стоп это как одним из своих кавалеров ложь наглая ложь ни единому слову не верю ваше честь это паспорт жертвы обратите внимание что за день до смерти потерпевший вернулся из Нью-Йорка паспорт приобщем к материалам дела так 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 действительно она вернулась за день до су убийства не может быть жертва работала моделью но она имела скромные доходы похоже что у нее было несколько так называемых папиков папиков да богатые пожилые мужчины задаривали ее деньгами и подарками именно потому она могла вестись такой образ жизни чего думаю вполне ясно кем была госпожа такуми скажите яхари какого вы о ней теперь мнения рю лучше мой на этот вопрос не отвечать да это вечно меряет не в попад как мне поступить ну как бы этот вопрос не не относится к делу поэтому перебиваем мой клиент совершенно не знал что потерпевший встречался с другими мужчинами этот вопрос не касается данного дела ээээ рюите как это не относится вот блудный стерва а я умру меня щас сходит кондрашка и тогда мы встретимся в загромной жизни я такой устрою разнос может быть вернемся к нашим баранам ой просите к прениям полагаю теперь всем ясна мотивация подсудимого да вполне ой 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 плохи мои дела следующий вопрос в день убийства вы ходили к потерпевшей верно не ну так ходили или нет заладил же ну да да ну баранки гну по лицу вижу ходил как поступить ну пусть отвечает честно потому что тут надо все таки честно отвечать честное слово я вот когда проходил я отвечал как-то вот именно так но блин честно буду пути по проверенным методом хотя я буквально прошел ну сколько до появления второго свидетеля за то что сразу закрыл и решил сразу проходить вместе с вами так вот пусть ответит честно придумал я ему маякну говори только правду эээ да да я ходил к ней верно тишина тишина в зале суда и так и господин яхари да расслабьтесь вы ее не было дома короче я ее не застал протестую ваша честь подсудимый врет врет сторона обвинения просит вызвать свидетеля он докажет что господин яхари врет тогда существенно упрощает нашу задачу кто этот ваш свидетель этот человек обнаружил труп потерпевшей ой что-то я меняю голоса не понимаю кого не забывает путаюсь буквально за минуту того как он обнаружил тело он видел как подсудимый убегал с места преступления тишина тишина зале суда господин мадзу я разрешаю вам вызов следующего свидетеля да ваша честь ох не к добру это в день убийства мой свидетель распространял газеты в доме потерпевшей пожалуйста пригласите господина риота а ну а засранец это ты убил я знаю мы же видели все что это ты заразу убил ах ты падла а господин а нового вы продаете газеты верно а газеты продаю конечно господин а ну свидетельствуйте о случившемся пожалуйста расскажите что вы видели в день убийства показания свидетеля я ходил по квартирам предлагая оформить подписку и вдруг кто-то выбежал из квартиры я предположил что там человек очень спешил так как он не до конца запер дверь мне это было странным поэтому заглянул в саму квартиру там неподвижно лежала женщина она уже была мертва от страху мне подкосились ноги поэтому я не зашел внутрь я подумал что надо сразу вызвать полицию однако телефон в квартире не работал я отправился в ближайший парк и нашел там таксофон я запомнил точное время 2 часа сбежавшим оказался в этом не сомневаюсь подсудимый хм это почему ты не рассказал мне правду ну как мне теперь изучать после таких показаний кстати а почему в квартире потерпевший не работал телефон ваша честь в момент убийства во всем свапдоме отсутствовал свет так вроде бы же отутствие электричество не влияет на работу телефонов верно ваша честь однако некоторые радиотелефоны при этом не могут функционировать телефон которым попытался воспользоваться господин онву был как раз таким ваша честь хочу предоставить документ подтверждающий факт отсутствия электричества отчет об аварии приобщен к материалам дела итак сторона защиты да ваша честь можете начинять перекрестный допрос свидетеля допрос говорите хорошо хорошо пора браться за работу и что от меня требуется как что искать ложь в показаниях свидетеля ложь чего он врал твой клиент не виновен да значит свидетель врал во время удачи показаний ты хоть сам доверишь что твой клиент не виновен и как мне это доказать все необходимое находится в материалах дела сравни показания свидетеля с не имеющимися у тебя уликами они должны где-то противоречить друг другу сперва найдите несоответствие между материалами дела и свидетельскими показаниями ну в общем это первое дело все так понял это у нас вот по тому как именно работать в суде как нужно общаться и то мне кажется это еще не полностью как бы туториал но именно таких вот базовых знаний нам хватит как только ты найдешь улику противоречишься показаниям покажи свидетелю аааа ну хорошо нажми на кнопку материала и укажи на противоречие в показаниях итак рассказ свидетелям я ходил по квартирам оформить подписку и вдруг кто-то выбежал из квартиры так я предположил что человек очень спешил так как он не до конца запер дверь мне это показалось странным поэтому я заглянул в саму квартиру там неподвижно лежала женщина и она уже была мертва так ищем у меня острова подкосились ноги поэтому я не пошел внутрь я подумал что нужно сразу вызвать полицию однако в телефон в квартире не работал я отправился в ближайший парк и нашел ближайший таксофон подожди осмотрим подожди 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 назад назад таксофон я запомнил точное время 14 00 ну подожди да все правильно электричество отсутствовало стоять блин подсудимый он закончил давать показания где-то в показаниях находится неуязко посмотри материал дела если у тебя что-то вызывает подозрение затем найди улику противоречащей его словам и покажи его ему подожди а когда там была потерпевшая мертва а так время ищем 14 00 показать агата наша умерла 16 00 17 00 братишка ты меня немножечко обманываешь протестую вы нашли тело в 14 00 вы точно не ошибаетесь да было ровно 14 часов в таком случае возникает проблема ваше утверждение полностью противоречит протоколу вскрытия на нем указано что смерть наступила около 16 часов вы не могли обнаружить тело в 14 часов чем вы объясните разницу в 2 часа эм эм это протестую это не существенно на свете то что просто перепутал время учитывая его словам мне в это сложно поверить господин Онулу почему вы так уверенно что нашли тело в 14 часов я эээээээ ну я действительно почему молодец хоро сё вот так и надо действовать находить противоречия ложь порождает ложь раскусить её и всё враньё рассыпется как карточный домик подождите я вспомнил пожалуйста давайте повторную показанию показания светили не то время видите ли когда я обнаружил тело и услышал время его озвучил некий голос наверное это был телевизор да но она оказывается отставал на два часа наверное жертва смотрела видеозапись вот поэтому я подумал что это было 400 очень сожалею об этом недоразумении подожди братишка но ты мне кажется снова накалываешь теперь понятно мы услышали время у нас все видеозаписи защита можете приступать к вопросу светили хорошо ты знаешь надо делать да не то время видите ли когда я обнаружил тело и услышал время но это мы помним некий голос наверно это был телевизор стоять а как ты мог слышать телевизор если у тебя извините ми или что-то не было ты же сам ты же сам по указывал что потеряну электричество не было во всем квартале лиги там она была подойдите минутку прокурор утверждал что когда свидетель обнаружил тело в здании не было света а чё это подтверждает запись тут ни при чем дело в телевизоре он никоим образом не мог заработать я это не могу не согласиться господин он ву как вы это объясните не знаю мне это самому крайне удивительно крайне а вот оно что я вспомнил господин он уже было бы желательно если вы давали на сначала точные показания эти постоянные оговорки подрывает вам доверие вас словно что-то тревожит прошу прощения ваша честь это это наверное из-за пережитого мной стресса хорошо господин он давайте еще раз вы заслушаем ваши показания как-то точно я бью наверное то что легко слишком 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 такие состыковки они видны в действительности я не услышал время а увидел его в квартире находились настольные часы до орудия убийства убийца ударил мне свою жертву вот их я так ты увидел вы увидели часы а ну тогда понятно за счет и может опросить ветер с радостью услышанное время действительно слышал время увидел его в квартире находились настольные часы до орудия убийства ударил с вами жертву показать подожди но это же статуэтка протестую секундочку орудия убийства были вовсе не часы а вот эта статуэтка ну и где вы здесь видите часы чего как ты надоел за своими протестами со всеми уликами чего ты себе позволяешь отвечать на вопрос господин онву я я я их видел ясно тебе это часы ваша честь позвольте мне да господин муцу сведений прав это стоит к на самом деле часы ее голова слушает кнопкой если наклонить она громким голосом озвучит время так как она не похожа на часы я и заявил в качестве статуэтки прошу прощения понятно выходит орудием убийства были настольные часы но у господин хорошо похоже что показания светили были точными это часы после этого вас еще остались свидетели о вопросах свидетелю да ваша честь показаниях свидетель содержится противоречия он мог узнать что это часы только лишь в одном случае если бы он их держал в руках но по его же словам он никогда не приступал порога квартиры это явное противоречие и вправду светили знал что это часы потому что он зашел в квартиру вы врете в день убийства вы заходили в квартиру да а ты докажи докажи что это заходил зачем я лучше докажу что вы это убийца ударив ее часами вы тем самым активировали голосовую функцию вы услышали именно их тишина как интересно продолжайте господин хорошо да ваша честь господин он в этот звук произвел на вас неизгладимое впечатление оно и понятно во время удара орудие убийства вдруг заговорила этот голос врезался в вашу память именно поэтому вы так четко запомнили время протестую что вы себе позволяете это беспочвенные досмыслы беспочвенные да вы только взгляните на лицо свидетеля свидетель как вы ответите на эти обвинения ударяли вы эту жертву часами я я в тот в тот день я да не в жизнь смотрите я я часы я слышал нет я их видел я видел блин это было не очень получить париком по лицу блин вроде бы и рассматриваем дело в убийстве но смешно заткни и заткнись как ты меня достал говорю вам это был он я видел его он убил ее это он должен гореть в аду дайте ему вышку порядок я сказал порядок в зале суда ваша честь подождите минутку защита не предоставила ни одной улики в качестве доказательства своих слов господина хорошо да ваша честь вы утверждаете что услышанный свидетелем голос был произнесен часами у вас есть заказательство моя линия защиты зависит от этого факта надо все как следует обдумать да ваша честь господин он услышал время озвучено часами это станет очевидно если вы подожди если я не ошибаюсь сам же прокурор говорил о том что часы при повороте гола при повороте головы озвучивает время так давайте активируем голос часов чтоб ну по активируй часы чтоб можно было услышать давайте прямо в зале сюда включим эту функцию часов ваша честь позвольте мне взять часы прошу всех сотряточиться на часах сигнал я думаю сейчас 925 как-то странно мне объявляют время ну статус мыслителя обязывает так мы услышали ваши выводы господин хоросю господин мадзо который сейчас час 1125 как видите эти часы отстают ровно на два часа время услышанное время который слышал он ву и время в смерти отличается на те же два часа и так господин он ву как вы теперь будете выкручиваться ты кое-что забыл блин что на этот раз вполне возможно 100 часа действительно отстает на два часа это ничем не говорит чего ты решил что они в день убийства и отставали на два часа предъяви доказательства или забери свои слова назад он прав как я это докажу черт я был так близко защита похоже что вам нет чем подкрепить свои слова да да ваша честь этого не достаточно для предъявления обвинения свидетелю вы перекрестный допрос господина ириота он завершён я отдачу свое время чтобы дать показания и в итоге получая черную непрогода не благодарность меня обвинять преступлений в преступлении вы адвокаты такие мерзавцы был почти моим извини это я тебя подвел я больше ничего не могу поделать стоять у нас же есть паспорт но должен где-то выстрелить стоять же стоять стоять минутку мия ой ты шеф хорошо выслушай меня не смей пускать руки включи голову но шеф это же конец я никак не могу доказать что в день убийства часы отставали никто это не сможет доказать вообще-то может но это ничего не значит что ты сумеешь взять вверх постарайся мысли нестандартно не нужно сомневаться фактов исходя из того что часы отставали два часа и рассуждай почему часы отставали на два часа причина этого и есть искомое надгательство хорошо 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 ты понял почему часы подставали два часа подожди блин зараза точно она же куда ездила в нью-йорк кажется а ну-ка стоп мне кажется я смогу это доказать хорошо где-то у тебя должна быть улика которая поможет утвердить свои слова найди предъяви ее но господин хрусю утверждаете что день убийства часы отставали на два часа вы можете это чем-нибудь подтвердить конечно материал 1 находится улика которая сможет которая сможет однозначно подтвердить мои слова ха громкие слова посмотрим как ты сможешь выкрутиться давайте взглянем улику докажу ищись что что какого чистое 2 часа паспорт она вернулась мне из нью-йорка там кажется время сдвиг идет вот за день до смерти потерпевший вернулся домой из заграничной поездки как известно между нашей страной и нью-йорком разница от два времени со есть 14 часов когда у нас 16 часов дня у них два часа предыдущего дня часы не отставали на два часа они спешили 14 часов ведущись домой потерпевшая просто не успели вела часы вот почему время ты прозвучавшие момент убийства отличалась на два часа это доказательство хватит нам этого доказательством вам хватит господи риота он ву или может вас правильнее назвать он ву ву он у в риота блин это непередимый раз слов мне не получилось порядок кто бы мог подумать что дело принимает такой оборот господин мод за что с риота он ваша честь его и арестовали и увели из зала суда понятно господин хоросел да ваша честь хочу сказать что вы меня поразили я никогда и раньше не видел чтобы защита так быстро доказывала невиновность клиента и одновременно находила истинного преступника спасибо ваша честь ну а теперь надо бы соблюсти формальность супер уставновляет гражданин это я хори не виновен да есть мы это сделали ух а мы долго немножко с этим справлялись судебное свидание объявляется закрытым блин эти стука только одна хотя это первое водное дело мне кажется это будет ну как бы нас обучили как все это делать ой блин похоже игра будет достаточно долго если мне так кажется не если это только первое дело заняло полчаса и то когда мы разбирались ну благо я догадлив чуть чуть и мне повезло чуть чуть и сколько слов чуть чуть в одном предложении блин ладно продолжим оказывается риота он в был обыкновенным вором домушником он притворяясь продавцом газет проверял находить слева в квартирах жильцы в тот день когда это пришло к жертве он не достал ее дома после того как он ушел он выпринялся за свою работенку он начал общищать ее в жилище но за протерпевшая вернулась он сам того не ожидая схватил ближайший крупный предмет и 3 августа 14 32 окружной шу окружный окружной суд зал ожидания номер два фух аж не верится рио ты молодец поздравляю спасибо шеф это все благодаря вам нет нет ты сам построил свою линию защиты давно я так не видела чтобы суд заканчивался так удачно меня просто сеет от счастья если уж она так радуется то как должен радоваться это мне конец это ты вообще-то должен радоваться ну что теперь не так ахрю не волнуйся обо мне я скоро отправлюсь на тот свет эй ты чего в самом деле тебя же признали невиновным дело в отношении тебя закрыто но моей юночке не стало она ушла навсегда это поздравляю эду эду что-то не так эду да не ничего знаешь я тебе очень признателен я этого никогда не забуду ну эй вообще-то это я тебе выручил а чуть не забыл вот это тебе подарок подарок мне стой это же вроде бы орудие понимаешь эти часы я делал для нее один экземпляр я оставил себе а другой подарил ей правда их сделал ты ну спасибо оставлю их на память эй рю можешь себе представить я ее так любил а она меня так обманывала ну как тут не расплакаться, а? хахх com ну типа рыдай ты не могу сделать свидетельство типа рыда это а я так не думаю а? я считаю она тебя ценило по-своему ай потому что можешь меня не утешать все хорошо нет я пытаюсь тебя утешить честно Правда, Рю? У тебя есть что показать своему другу? Умный предмет, свидетельствующий о ее чувствах к нему. Чего? Ну да, верно. Что она имеет в виду? Подожди. А что она махла? Ну блин, это точно не показание вскрытия ее, чтобы увидеть ее внутренний мир. Не паспорт, зачем ей паспорт показывать? Хотя может там какая-то фотография с ним. Что-то об аварии тоже нет. Значок адвоката. Давай сфатуэтку покажем ей, ему. Гляди это, это как из-за того, что она ценила тебя. А? Ну и что? Это же ты делала эти часы для нее. Уезжая, она взяла их с собой. Ну, ей бы, наверное, просто нужны были часы. Разве? Толку ей было брать в дорогу огромные часы. Ну, думай как хочешь. Рю. Я рад, что ранил тебя своим адвокатом. Правда, очень, спасибо. Надеюсь, это у него хоть капельку утешило. Рю. Надеюсь, теперь ты понял, насколько важны доказательства. Я осознал, что ситуация меняется в зависимости от того, под каким углом ты на нее смотришь. Людей это тоже касается. Мы никогда не можем быть полностью уверены, что наши клиенты виновны или невиновны. Нам остается лишь верить им. Но чтобы поверить им, ты должен прежде всего поверить в себя. Рю. Становись сильней. Верь в себя и никогда не сдавайся. Ну что ж, нам тоже пора уходить. Да. По ложным вечерам я плачу. Выпьем за здоровье нашего недоименованного Эдо. Ага. Кстати, насчет Эдо. Ты говорил, что части обязан ему выбором в своей профессии. Вообще-то не Эдо, а Это. Либо это она так специально его укривляет, либо это переводчик немножко на косячу. А, да. Во всяком случае, отчасти. Расскажешь мне об этом поподробней? За ужином идет? Вот так и подошло к концу мое первое судебное дело. Это по-дружески похлопал меня по плечу, промолвил. Хорошо, когда у тебя есть друзья. Но я практически уверен в том, что он нам не заплатит. Если не считать те часы, которым подарил Мии, заплату. Тогда я не знал, что вскоре эти часы будут фигурировать в еще одном деле. И что я не смогу удержать свое обещание. Рассказать Мию обо мне и Эдо. Конец первого дела. Ух, это было долго. Даже с моими пояснениями открылось новое дело Кровный поворот. И нам нужно сохраниться. Потому что, наверное, сегодня мы заканчиваем серию. Так как она вышла достаточно долгой и насыщенной, так можно сказать. Вот мы закончили. Вот первое дело. Как видите, она должна была быть такой, как бы целой картинкой. Но не выходит, потому что, опять же, как я сказал. 3DS у меня не совсем не 3DS, а эмулятор. И Кровный поворот, который должен показать нам, что будет же дальше. Ну что ж. На сегодня закончим. С вами был Карсенган. Подписываемся, ставим лайки. Оцениваем. Не знаю, можете там сказать какие-нибудь поощрения или не поощрения. Может вам понравится или нет. Просто не знаю, продолжать ли мне цикл прохождения этого, так сказать, можно шедевра. Так как все-таки мне эта игра даже понравилась. Как мне сказали, это визуальная новелла. Но это далеко не визуальная новелла. Тут нужно думать еще головой. Не просто тыкать в ответы, а именно понимать, что ты делаешь. И такой-эдакий симулятор адвоката. И при чем у нас дел еще будет... Как если я не ошибаюсь, их будет еще 4 или 5 штук. То есть вот дело второе, третье, четвертое и пятое. Или четвертое. Честно, не помню. Надо будет еще что-то почитать по этому поводу. И то, что мне очень бы хотелось закончить с вами эту игру, а не просто идти и прочитывать ее самостоятельно. Все-таки русскоязычное прохождение по этому... Ну, я не могу назвать это шедевром. Ну, потому что часто говорят слово шедевр тоже не очень. По этой игре не очень много, а хотелось бы поделиться со всеми данным творением. Так, ладно, вроде бы и смысл свой изложил. Или я сейчас выгляжу немножко идиотом. Ну, ладно. Что ж, давайте. Удачи. Жду ваших подписок, комментариев. И вообще в нашу группу еще вступайте по ТГРу. Там очень много всякого различного рассказа. Ну, в общем, разберетесь. Немаленький уже. Ладно. Удачи. Не болейте. До скорого.